Польки, кадрильи, фокстроты, мазурки и не только. В столице Черноземья впервые прошли соревнования по историческим танцам. Духом старинных балов и салонов прониклась и наша съемочная группа. Это не кадры из кинохроники, а приготовление к предстоящим состязаниям по историческим танцам. Пока одни дамы доделывают прически, другие затягивают потуже корсеты и прикалывают к платьям порядковые номера. Перчатки, бусы, перья. И вот уже пора выходить в свет. На сцену поднимаются два десятка участников из Воронежа, Самары, Липецка, Белгорода и даже Магадана. Все как на подбор. Кавалеры во фраках, леди в нарядных платьях. Утонченность, элегантность, грация и красота. В программе заявлены танцы 19 века и начала 20-го. Двух эпох, кринолинов и модерна. Соревнуются в парном танце, групповом и импровизации. Плюс три уровня подготовки. Начинающие, опытные и профи. Самый, мне, пожалуй, интересным кажется, это категория профи, преподаватели. И там в импровизации это мазурка, то есть достаточно сложный технический, физический танец. И бразильский танго Мачиш, он очень гибкий. То есть такой танец на самбу, на ламбаду чем-то похож. Ну, они потом, собственно, из него и вышли. И там интересно смотреть именно за гибкостью участников, за нестандартными, скажем так, фигурами. Например, в Мачиш есть фигура Кортежака. Она называется вот по-испански так, по-русски это разрезы джекфрут. Вот как будто нож идет по этому, ну, фрукт такой бразильский. Как будто по нему идет нож, вот ногами это изображает. В России первые соревнования по историческим танцам прошли в Москве достаточно недавно, 7 лет назад. Идея принадлежит главному судье воронежских состязаний Илане Аносовой, которая по такому случаю специально приехала из столицы. Стаж у нее в исторических танцах более 20 лет. Цель не только популяризация данного направления, а также создание площадки, где могут собраться люди, желающие не только блистать на балах и салонах, но и показывать свое мастерство. Самое главное для оценивания именно исторических танцев – это дух эпохи. То есть, предположим, когда мы делаем какие-то балы, мы танцуем все для себя, мы не смотрим друг на друга. А когда нужно показать это зрителям, вот это как раз соревнование. То есть, выходят люди, и если зрители увидели и почувствовали, что они как будто бы погрузились в другую эпоху, вот, вот именно так и надо танцевать. Помимо духа эпохи, жюри оценивает технику исполнения, разнообразие фигур, умение пользоваться пространством, визуальный образ и чтобы все это вместе соответствовало выбранному историческому периоду. Участники к соревнованиям готовились несколько месяцев, выбирали фасоны, шили платья, разучивали и репетировали вращения, повороты и схемы. Так что исторические танцы – это не только красиво и интересно, но и трудоемко. У меня была трудовая повинность перед супругой, как бы пришлось опять идти, вот в этом году. И в этом году мы уже так на трех балах или четырех были в Казани, в Москве, в Калуге. У меня это только физкультура и отработка трудовой повинности. Это очень интересно, потому что ты погружаешься в атмосферу того времени. Для меня это изначально было как способ примерить на себя наряд девушки того времени. Все-таки, что такое корсет, что такое платье, что такое кренолины огромные платья, что такое модерна. Мы сейчас в наряде модерна. Стретюзки пополняю делать. Мальчикам в этом отношении мне нравится. У тебя один костюм на 200 лет, бабочку поменял уже все. Кадри, лефокстроты, вальсы, мазурки и не только. Конкурсанты представили даже такой необычный танец, как шерлокинетта, объединивший Воронеж и Самару. Под подозрением прекрасные дамы. Кавалеры выступают в роли сыщиков, которые ищут пропавшие бусы. В итоге, по результатам соревнований, в общем зачете, пальму первенства взяла пара из Самары – Полина Чекаева и Дмитрий Худяков. Я занимаюсь историческими танцами с 2018 года. Как-то так случилось, что попав на первый бал, уже не смогли остановиться и захотелось продолжать заниматься все больше и больше. Любые соревнования – это вызов, это возможность показать себя и возможность получить удовольствие от того, что ты танцуешь. В каждой категории призеры получили медали, победители кубки, а участники – грамоты. Организаторы надеются, что состязания приживутся и станут традиционными, ведь интерес к историческим реконструкциям Воронежа большой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова